Особое мнение на 101FM Я, честно говоря, не ожидал, что на несколько дней растянется этот снегопад И все мы уже, видимо, прекрасно понимаем, что в очередной раз оставляет желать лучшего, да, ситуация, мягко говоря Ваша оценка, что происходит, как работают коммунальщики? Моя оценка, я сейчас с утра езжу в городе, но, по крайней мере, коммунальщиков я видел один раз И моя оценка два, потому что, ну, как у нас, вот только то, что почищено, это вокруг администрации областной Где я пытался припарковаться, ну, так и где-то шел место Поэтому весь остальной город, он просто утопает в снегу Что тротуары, что дороги Поэтому, ну, видимо, у нас меняется глава администрации, уборка города остается вот такая, как она есть Время идет, а в этом отношении ничего не меняется Может быть, какую-то чрезвычайную ситуацию объявлять Обращаться ко всем компаниям, которые техника есть У большинства людей, наверное, становится уже какая-то норма, что вот если снегопад, то это обязательно найти по колено в сугробе То есть мы уже, вот, я не знаю, мы с годами, нас уже к этому приучают То есть, поэтому, когда, когда слышишь, там, в других городах, там, в Паскве, вот, у них там выпадает 5-10 сантиметров осадков У них там какая-то беда, да, то у нас это уже становится, видимо, какая-то такая норма Когда мы уже такие привыкшие, вот, ну, ну, надо отдать должное нынешнему руководителю городской администрации Вячеславу Симакову, он, по крайней мере, активно информирует у себя в телеграм-канале, что коммунальная техника там-то работает, здесь что-то происходит Я видел, здорово, ну, значит, мне не повезло, то есть я не увидел сегодня Ну, вот, в частности, сегодня утром, заводя ребенка в детский сад, я отметил, что дворники, по крайней мере, тротуары сегодня пораньше начали убирать Обычно выходишь в девятом часу, и дворники тоже в девятом часу начинают свою работу, что, в общем-то, наверное, не очень хорошо Люди должны, наверное, по чистым уже тротуарам проходить Интересная ситуация тут с остановкой, да, общественного транспорта Трифонов монастырь Я помню, Денис много усилий прилагал и пытался обосновать, что 3,5 с лишним миллиона рублей – это не те деньги, которые следует, да, тратить на этот объект Ну, вот, появилась информация на прошлой неделе, что все-таки остановка появится, и будет она стоить 1 миллион 100 тысяч рублей Я не понимаю, честно говоря, почему именно до такой суммы произошло снижение, почему не 500 тысяч, почему не 300 тысяч Ну, я думаю, что это, когда мы добивались, чтобы эту остановку не строили и не тратили бюджетные деньги 3,5 миллиона То есть мы приводили примеры, как сколько она стоит в других городах В других городах она там стоит в три раза дешевле Да, в три раза дешевле Поэтому цена именно взята, это как раз в других городах Возможно, она близка к реальной Поэтому, ну, это еще раз доказывает то, что администрация, ну, в принципе, признала То, что, как бы, ну, та закупка, то строительство остановки за 3,5 миллиона Ну, была, ну, на мой взгляд, коррупционная схема, когда одна и та же остановка может стоить и 3,5 и 1 миллион 100 Поэтому, как бы, тут... А если бы еще большая волна негодования была поднята, возможно, еще бы снижение какой-то... Возможно, еще, поэтому, как бы, знаете, они, ну, просто в очередной раз признались И, ну, и, как бы, хорошо, что получилось остановить строительство данной остановки И, по крайней мере, деньги бюджетные были сэкономлены То есть, ну, если появятся за эти деньги, ну, будем смотреть, будем проверять так же, как и проверяли ту Потому что по той остановке мы еще в прошлом созыве делали запрос КСП И оно полностью обосновало, что это, ну, неэффективная трата бюджетных средств Весной этого года Да, 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 то есть, поэтому это было не просто какие-то наши предположения Это было именно качественное заключение КСП Поэтому то, что сейчас, ну, все это очевидно А вообще планы администрации в отношении строительства новых остановочных павильонов у нас в городе, они понятны? У нас существует ведь какая-то программа ежегодно Но, несмотря на это, у нас огромное количество остановок, не оборудованных никакими конструкциями, защищающими от ветра дождя-снега У нас часть остановок не оборудована, часть остановок находится в таком печальном состоянии Где-то вот эти поликарбонатовые крыши, где их уносят после каждого ветра Где-то еще Поэтому, как раз, когда мы добивались отмены того конкурса за 3,5 миллиона Как раз было обоснование то, что за эти деньги можно сделать 50 остановок обычных Обычных, где люди могут скрыться от дождя и просто подождать автобус Ну, вот нам упорно доказывали, что необходима именно такую умную остановку зарядки телефона Хотя, во-первых, и странное место само по себе, потому что это такая транзитная остановка Но чиновники обосновывали это тем, что одно из самых насыщенных таких с точки зрения пассажиропотока мест Ну, там мало кто стоит, потому что там достаточно большое количество транспорта Это, я считаю, что такую остановку надо в первую очередь делать где-то в районе вокзала Где, в принципе, как бы некое лицо города, когда человек там приезжает в город Там гости приезжают в город Там туристы, там еще кто-то По делам, по работе, чтобы они видели вот именно, ну, какой-то вот качественно Какая-то качественная картинка, пускай хотя бы первая Поэтому то, что это место, ну, честно говоря, я не очень понимаю Ну, многих ведь беспокоит уже на протяжении длительного времени Почему у нас такое разнообразие, разношерстный такой подход у нас к остановкам Вот здесь остановка такого типа, один простой поликарбонат, там, остов металлический В другом месте она стеклянная, почему нет единообразия? Вы знаете, я предлагал тогда, и администрация говорила, что они якобы что-то прорабатывают Ну, на самом деле, я очень сомневаюсь, что что-то они прорабатывают По крайней мере, вот до сегодняшнего дня я ничего не слышал Чтобы остановку отдать предпринимателям Отдать предпринимателям, то есть мы, значит, сделали достаточно много ограничений по рекламным конструкциям То есть там убрали с домов, и это, наверное, правильно Потому что завешивать печальные фасады баннерами, ну, это тоже не дело Поэтому должна быть альтернатива Можно было взамен предложить как раз вот эти остановочные павильоны И они бы за свой счет их и содержали, и освещали, и размещали там какие-то рекламные конструкции Может быть, строили, то есть чтобы у них был понятный горизонт планирования К примеру, там, на 10 лет, да, например То есть отдать эти остановки, они их строят Размещают там рекламу, продают эту рекламу На эти деньги содержат остановки, зарабатывают сами Ну, вот какую-то такую историю Но администрация там говорит, да-да-да, мы прорабатываем Но в конечном итоге никакого результата на сегодняшний день, ну, его просто нет Я помню, представители администрации высказывались на этот счет И они сетовали на то, что предпринимателям в этом отношении В плане размещения рекламы на остановочных павильонах Интересны только центральные какие-то места Вот, например, улица Воровского рядом с ЦУМом Там один из ярких примеров, где рекламная конструкция присутствует И этим занимается как раз Не, ну, можно сделать... А на периферии неинтересно Не, ну, как неинтересно, допустим, есть, допустим, Коминтерн Есть, допустим, Радужный, да То есть там достаточно большой пассажиропоток И можно объединить некие лоты такие Где учесть, чтобы было некое среднее такое То есть это и центральные, допустим, какие-то остановки И, допустим, там сторона навязка или Радужного Или, допустим, центральная часть там каких-то остановок И, допустим, Коминтерн или там самая филейка То есть это же все можно сделать И можно собрать этих предпринимателей, которых потенциально заинтересованы И, в принципе, с ними все как бы это обговорить Это даст экономию, во-первых, в бюджет Даже если там аренда этих там мест Вот там или, там, не знаю, один рубль, да То есть это даст уже экономию в бюджет По содержанию этих остановок То есть бюджетные деньги не будут уходить просто на чистку На мытье этих остановок Хотя я, допустим, не видел, что у нас остановки моются Но, на самом деле, в содержании по уборке города Бытье остановок присутствует И там сумма на самом деле немаленькая Поэтому, как бы, я считаю, вот везде, где можно привлечь бизнес И чтобы как-то он был заинтересован То есть везде на это делать Это, во-первых, бюджетная экономия Во-первых, во-вторых, это, ну, какое-то движение Просто доход бизнеса Это задействованы люди там и так далее Это, опять же, какие-то налоги К теме общественного транспорта хотелось бы перейти Ненадолго на прошлой неделе ЛДПР обратило внимание на том, что на 23-м автобусном маршруте В Кирове, это один из самых пассажироемких маршрутов Появился обычный пазик В администрации быстро прокомментировали этот вопрос Следующим образом Якобы один из автобусов больших вместительных вышел из строя И вот пришлось затыкать, что называется, эту проеху Вот, и после этого, буквально через пару дней Такой удивительный пост появился в группе ЛДПР ВКонтакте Верните Дениса Пырлога обратно в АТП Понятно, что там поднятся вопросы с этим новым руководителем АТП Якобы переход на новую схему или систему расчетов за поставку запчастей Да, раньше это делалось по мере поступления комплектующих А сейчас якобы 2-3 раза в месяц В общем, АТП, автотранспортное предприятие, муниципальное Оно вот год от года не теряет своей актуальности Именно в отрицательном смысле постоянно что-то происходит Но насчет Дениса я не знаю Наверное, у него нужно спрашивать в первую очередь Мнение, желание, хотел бы он сюда вернуться Но заявление какое яркое получилось Дениса, все неплохо И то, что здесь я сам от него избавляюсь Я напомню, что это бывший руководитель АТП Да, это бывший Ныне работает в Ярославле Да, он возглавляет самое крупное пассажирское предприятие в городе Ярославле Ну, такая странная То есть здесь его как бы пытались от него избавиться Ну, там одни из претензий были там Они какие-то, ну, такие спешные, необоснованные То есть я там приводить могу примеров очень много Какие к нему были претензии Но на самом деле, кроме смеха, они ничего не вызывают Он умудрялся саккумулировать денежные средства так Что автобусы даже покупались за счет АТП За счет собственных средств Это, наверное, единственный руководитель был Поэтому то, что его вернуть, ну, я думаю, что вряд ли Потому что он уже достаточно давно И достаточно он слишком востребован Мы же его не в аренду сдали, это же его решение Да, если, наверное, сдали, это было бы неплохо Если бы мы его в Гремене сдали в аренду И там сказали, давай возвращайся Но, к сожалению, или к счастью, крепостного права отменили Ну да, это шутка, конечно Да, уже, естественно, маловероятно, что он сюда вернется Но если бы вернулся, было бы, конечно, здорово Это первое Второе, то, что происходит с АТП Ну, на мой взгляд, это годами Предприятие, которое разграбливается И для меня вообще такая, знаете, предприятие Загадка, как оно еще существует То есть там прошлый директор Дубраин Сидит за получение взятки Там можно перечислять очень долго Кого деятельность АТП довела до скамей подсудимых Да, то есть там действительно То есть там что не год, что не директор То какие-то очередные скандалы Какие-то непонятные закупки И так далее И то, что сейчас происходит, там вдруг появляется На самых прибыльных паршютах ПАЗИК, ну, допустим, по моей информации Которая, ну, я сейчас Буду проверять То, что там один из руководителей В администрации города Там опять Пролоббировали какую-то организацию Которая, допустим, ставит Какие-то вот эти ПАЗИКи, да, опять То есть и почему-то они появляются Обязательно не на Каких-то паршютах, которые менее выгодны Именно на 23-м, который, в принципе, является одним из доноров Как бы Сама АТП Так это или не так Со временем, я думаю, что мы это узнаем Вот Поэтому Все эти закупки Все это настолько непрозрачно Все эти, как бы, схемы, которые там Коррупционные, которые там происходят Ну, вы знаете, от смены директоров К сожалению, там Там финансовое состояние Только как бы ухудшается, да Сейчас, насколько я знаю, там Еще проблема Добавит Это иски от управляющей компании Ленинского района Насколько мне известно В арбитраже по первой Ленинской управляющей компании уже просужен В первой инстанции там 220 с чем-то миллионов Это как субсидиарная ответственность От управляющей компании Тут надо напомнить связь Автотранспортное предприятие Автотранспортное предприятие Было учредителем управляющей компании Как первой Ленинской управляющей компании Так и второй По второй, насколько мне известно Интересная, конечно Я не знаю, для чего это делается Это, видимо, делается для уничтожения Всего муниципального имущества И В первую очередь Муниципальных предприятий Хотя Есть предприятия, которые в городе Просто обязаны быть Должны быть Которые обеспечивают Жизнь и обеспечение города Это в том числе Перевозка Жителей Это, ну, обязательно Функция Городской власти То есть И Впредельно этого Того, чтобы Его каким-то образом Защищать и сохранять Они постоянно Вставляют в какие-то В какие-то учредители Каких-то непонятных Ошек Которые потом доводят До банкротства И прилетает Субсидиарная ответственность По второй Управляющей компании Насколько мне известно Там сумма будет гораздо больше Готовится Там, по-моему, 550 миллионов Поэтому Сможет ли выжить ЭТП, честно говоря У меня большие сомнения Поэтому То есть То, что оно Не развивается Точно То, что оно Периодически Каждый год И каким-то чудесным образом Еще Доходится на плаву Ну Это Дай бог, чтобы это было Подольше Иначе Просто у нас Для обычных жителей Для обычных собственников Эта ситуация ЧМ чревата Вообще Разрушением Полностью Я думаю, что да Я думаю, что да Или Вариант Будут Накачивать Из бюджета Доведут До До полного Как говорится Такого Экономического Краха И Будут Накачивать Какой-то уже Новый, наверное Глава администрации Там Очередной Как они все Приходят Говорит Это было не при нас Это было не при мне Это было там При ком-то Вот То есть Придет и скажет Что вот Предыдущий там Глава администрации Директор Этого Автотранспортного Предприятия Довели предприятие До такого состояния Что вот Необходимы Деньги Из бюджета Чтобы допустим Столить какие-то дыры Мне кажется Это единственный Будет Вариант Либо еще вариант Они просто Перебазируют На На базе КПАТа Может сделать Пассажирские Перевозки Которые сейчас Я не знаю В каком оно Финансовом состоянии Но Надеюсь Что более Как бы Может быть Лучшим Учитывая Что там И закупались Новые автобусы Там и так далее Поэтому Ну Все что касается ТП Ну Мой прогноз Это Ну Буквально Ближайшие там Годы И с ним Что-то в любом случае Должно произойти А если захотеть Я не помню В отношении ТП Какая-то масштабная Ревизия проводилась В последние годы Вот Что-то по-моему Не было Ну То есть Какие-то вот Отдельные Да такие Серьезные проблемы Возникают Практически Каждый год А так Чтобы Новости о том Что туда Пришли специалисты И прям Перетряхнули Все эти организации Что-то я не припомню Ну вот Он уволил Достаточно много Различного ИТРа Который Ну Не нес за собой Никакого функционала И никаким образом Это не повлияло На Работу ТП Это как правило Там Друг Сват Брат Ну и так далее Вот таких вот Кадров Он с ними Попрощался То есть То есть Он старался Именно поднять Там Зарплату водителям Кондукторам Ну на мой взгляд Кондукторы Это тоже Вопрос времени И я думаю Что все равно Так или иначе В любом случае Будущее Это на Переход Вот этих турникетов Как Ну В Поскве Не Ну Не Бескондукторная Да Бескондукторная Оплата Поэтому Есть ощущение Что зайдет Сколько там 25 устройств Терминалов Я думаю Что это может Зайти В том случае Если Если бы у нас Допустим АТП функционировало Достаточно ровно Без долгов Без Каких-то Постоянных Там Коррупционных Скандалов Соответственно Без каких-то Там Непонятных Схем И так далее Если бы оно было Живое Крепкое Предприятие То я думаю Что это Постепенно Наверное Уже бы Нужно Внедрять И вот На такую Оплату Нужно Переходить Как это Будет сейчас Возможно Ли там В предприятии Которые Постоянно Кашлят И чихают Там Экономически Внедрять Там Новые Какие-то Технологии Оплаты Ну Честно Я не знаю Не готов Ну Это нам Преподносится Вроде как В том числе В рамках Ну как Мы же живем Уже В 21 веке И во многих Городах Уже это реализовано Вроде как Не гоже Не пользоваться Современными Технологиями То есть В любом случае Будущее Какая-то Должна быть Какая-то Цивилизация Мы не можем Как бы Отставать Вот Постоянно Передайте деньги Там Кондуктору Через весь автобус Да То есть Все равно В любом случае От этого Надо уходить И как-то Приходить более такому Ну такому Качественному Что ли Вот такому Обслуживанию Понятному Ненапрягающему Там и так далее Я думаю Что это все равно Будет Просто на базе Чего это будет Еще одна Из тем Которые Таких Злободневных тем Которая активно Обсуждалась На протяжении Последних недель Это освещение в городе Уровень освещенности Да Мы уже говорили Об этом немного В нашей студии Но вот Поступили там Разные предложения Как увеличить освещенность Давайте будем Деревья обрезать Да Давайте будем мыть В конце концов Светильники Чаще Якобы Якобы вообще У нас профильные организации Даже не располагали Необходимым для этого Оборудованием Ну и вот Тема Озвученная Коллегой Дениса По городской думе Депутатом Даниилом Маминым Замглавы города Кирова О том Чтобы Ну Не знаю Будет это рекомендация Или прям требование К предпринимателям Вкладываться В Вывески Да Светящиеся Чем больше Собственно Будет с этих конструкций Тем на тротуарах Будет светлее Ну хорошо Сразу же возникает Там Встречное предложение Давайте тогда Предпринимателям Сделаем скидочку На электроэнергию Да Потому что там Для юрлиц Тарифы-то все-таки Другие Насколько оправданно Не На самом деле Идея неплохая Поступать именно так И яркий город Где подсвечиваются Дома Где подсвечиваются Вывески Это здорово Да Но Тогда получается Мы противоречим Сами себе Мы Принимаем Дресс-код По рекламе Да То есть Мы говорим о том Что реклама Должна быть Такая серенькая Невзрачная Особенно То что касается Исторической части города С другой стороны Мы говорим Там Как бы Давайте сделаем так Чтобы еще Помимо того Чтобы она освещала Вывеску предпринимателей Так она еще Освещала все вокруг То есть Тут Мне кажется Одно другому противоречит Но В принципе Идея-то Она Как бы Правильная Наверное И То что Допустим Если предприниматели Будут подсвечивать Какие-то вывески Витрины И так далее Наверное Это Даст какой-то Как бы Такое Повеселее Будет выглядеть Город Наверное Вот так Настроение Получше будет Да Но То что касается Переложить Знаете Вот У нас был там Энергосервисный Контракт Который В принципе На мой взгляд Ну Это опять же Мое мнение Так он продолжается Еще Он продолжается Да То есть я надеюсь Что его будут Пересматривать И очень надеюсь Что его когда-то Расторгнут Вот И я надеюсь Что все-таки Вот этот функционал По освещению Города Вот то что мы Сейчас о чем Говорили По АТП То есть обязательно У нас есть Городские предприятия Это Кировсвет И Горэлектросеть Которые В принципе Мы с самого начала Говорили о том Что давайте Вот этот Энергосервисный Контракт Отдадим им И вот эту Экономию Которую Город будет Получать От диодных Светильников Пусть получает Муниципальное Предприятие Но их можно Контролировать Их можно Контролировать По По качеству Установленных Светильников Там и так далее Что мы сейчас Видим Мы видим Ну на мой взгляд Стало хуже Это мое мнение То есть да Может где-то Их добавили И где-то там Появился свет Но в целом В городе Ну зимой Еще как бы Более-менее Потому что Как бы от снега Да там Какое-то Отражение Да отражение идет И как-то Повеселее А вот то что было Осенью Ну это же просто Была печаль Просто Вот Да столько было Серо Темно И какие-то Депонятные Точки Светящиеся Там Еле-еле Диодные светильники Ну на мой взгляд Это просто Вот знаете Просто отдали Опять какую-то Очередную там Историю Всю экономию Там уходят В какие-то Организации А кто-нибудь задумывался Я понимаю Что ни один глава администрации Не задумывается о жителях Что будет через 7 лет Потому что Как правило У нас за последнее время Ни один глава администрации Даже 5 лет не доработал То есть Поэтому Они так или иначе Прекрасно понимают Что через 7 лет Его не будет Им у нас Здесь и сейчас Да Либо отчитаться Сделать Что это У нас там Энергосервисные контракты Там все здорово Либо какой-то Сделать очередной К примеру Не беру В этой истории Потому что Не знаю Нет еще уголовного дела По этому Энергосервисному контракту Либо сделать Какой-то Схематоз И так далее Они же об этом Не думают Что здесь будет Через 7 лет А через 7 лет Когда эти Все светильнички У них естественно Стечет срок Годности Эксплуатации И так далее И где будет Город брать На 27 тысяч Светильников Которые были Поменены По энергосервисному контракту Кто-нибудь об этом Задумывался И вот когда Если бы это было Отдали Муниципальному предприятию То экономия бы Шла каждый день То есть каждый день Меняя светильник Обычный На диодный Каждый день Была вот эта экономия Которая бы Где-то генерировалась На каком-то Муниципальном предприятии И этот процесс Его в принципе Он бы был годами То есть там Что-то по гарантии Поменяли Что-то там Еще Еще И вот это Обслуживание Было бы Что было через 7 лет Через 7 лет Закончится энергосервисный контракт Все До свидания Встали Ушли Ну в городе Дальше чего Полминуты у нас Остается еще До рекламной паузы Что есть Уверенность Или есть подозрение Что может это Вылиться в уголовное Разбирательство Я надеюсь Надеюсь Мы это Старались еще В том созыве Но я думаю Что сейчас Мы тоже будем Стараться Чтобы эта история Все-таки Снова Как бы Обрела Какую-то В общем Компетентные органы Чтобы обратили на это внимание Завершается Завершается на этом Первая часть нашей программы Денис Ерохин Депутат Кировской городской думы Председатель постоянной комиссии По экономике и предпринимательству Минута и мы продолжим Особое мнение Мы продолжаем нашу беседу С Денисом Ерохиным Председателем постоянной комиссии Городской думы По экономике и предпринимательству Любопытная новость была На прошлой неделе Касается Организации платных парковок На территории областного центра Мысль была совершенно Неприемлемой На мой взгляд Как автовладельство В том числе Озвучена была идея Давайте мы Парковочные карманы Расположенные вдоль Основных магистральных улиц Областного центра Давайте сделаем их платными Как такое может быть? Вот вчера еще было бесплатно А сегодня уже платно Ну хорошо Создавайте альтернативу Стройте в конце концов Эти новые площадки И вводите там Эту платную парковку Какая логика? Денис, на вас Вы знаете Это периодически При каждом главе администрации Эта история поднимается То есть Последний раз Такое обострение В администрации Было в 18-м году И после того Это еще до прихода Шульгина? Нет Это как раз Уже первые Первые Тогда эту идею Слава богу Как бы Похранили И Ну Тестали этого делать Потому что Ну кроме бреда Это И как не назвать То что было здесь В администрации Действительно Там были сотрудники Администрации ЗАГС собрания Даже были депутаты Городские депутаты Представители ГИБДД И Значит Первое Что предлагается Сделать Муниципальную Эвакуационную службу Но чтобы сделать Чтобы больше машин Увозить на Штрафстоянки И так далее Второе На базе ЦДС Сделать Именно И представители ЦДС Об этом Говорили Сделать Все Парковки Вдоль центральных Пагистрали Везде Везде Сделать Платно Почему именно Они говорят Везде Потому что Как они считают С их слов Не будет Экономического Эффекта Если на одной Стороне Сделать Бесплатную На другой Стороне Платную Все сосредоточатся На бесплатной Они считают Что надо Сделать Абсолютно Везде То есть Я думаю Что Знаете Это Такое ощущение Что люди Не живут В этом Городе И вот Буквально Час назад Там Не знаю Приехали сюда Поэтому Ну Это очередной Администрации Бред Потому что Ну первое У нас Достаточно Небогатый Город У нас Нет То есть Прежде чем Вообще Создавать Эвакуационную Службу Нужно Сделать Альтернативу Бесплатным Парковкам У нас Администрация Сама Изуродовала Город Альтернативу Платным Альтернативу Платным Да Должны быть Бесплатные Парковки То есть Это может Быть На месте Снесенных Домов Либо Допустим Формируете Участки И предоставляете Под многоуровневые Парковки Может быть Там Кто-то из строителей Во-первых Даже С той точки зрения Самосохранения Этой машины Что там Царапнут Еще что-то То есть Если у человека Будет место Естественно Он будет ее стоять Но таких Особенно в центральной части Города Нет Поэтому Администрация Сама Предшественники Администрации Нет администрации А сама Изуродовала Город То есть Допустим Ну взять Вот этот же Торговый центр Крым Где у них парковка У них парковка Угол Ленина И Красноармейской За институтом То есть Практически Чуть ли не километра Надо пройти Что там Должно быть Квартал Квартал Достаточно далеко Что там Должно быть Такого В Крыму Чтобы прямо Туда идти И оставлять машину Взять торговый центр Тайм Например Там подземная Должна быть парковка Но там Находятся торговые площади Взять точечная застройка В центре города Где дом стоит В границах Земельного участка Вот например Труда 6 Там улица Труда От Казанской До Ленина Она не проезжая Она всегда Заставлена Потому что там Жители этих домов Ставят Потому что им Некуда Ставить Понятно Что можно Сейчас говорить Что жители Там Сами виноваты Что покупали Квартиры в этих домах Но это Должна быть Задача Администрации Решать И Ихнее Обоснование О том Что давайте Сделаем Платные Как они говорят Сделаем Перехватывающие Парковки Там На окраинах Города Ну Видимо Опять же Какой-то опыт Пасквы Хотят Там Внедрить Который На мой взгляд Абсолютно Не рабочий Ну то есть Где-то там На солнечном берегу Там человек Приезжающий Из Навязка В том числе Чтобы перехватывающая Парковка Работала Нужна Идеальная Работа Общественного Транспорта Конечно Я не говорю Тем самым Мы пересадим Как бы Людей на Общественный Транспорт Никогда Вы не Пересадите Людей На Общественный Транспорт Это Если вы Берете По принципу Москвы Это совершенно Другая История Потому что Там В метро Можно спланировать Время до минуты Когда ты Приедешь И когда ты Будешь Там В той или иной Точке Вот Здесь Этого Невозможно Потому что У нас Вот допустим Сейчас Автобусы Там В горку Еле поднимаются Какая-то пробка Какие-то заторы Улицы Достаточно Узкие Поэтому Говорить о том Что давайте Мы У нас Ничего Не получается Мы ничего Не можем Сделать Бесплатной Парковки Сейчас Просто Сделаем Платные Ну Давайте За воздух Захождение По тротуарам Брать Деньги И так далее Это же Очередной Какой-то Бред Который Я надеюсь Что Он Просто Уйдет В дебытье Или Начните С себя Начните С администрации С сотрудников Областной Администрации Вот здесь Вокруг Стоят Пашины Сотрудников Администрации Поставьте Паркоматы Да Паркоматы Начните С них Собирать И Узнайте Много Нового Интересного Поэтому Я считаю Что Эта идея Я очень Надеюсь Что она Будет В очередной Раз Просто Умрет Так же Как она Печально Как-то Звучит Все это Умрет Лишь бы Хорошие идеи Не умирали Хорошее Начинание Две Две с половиной Минуты У нас еще Есть Я хотел бы Все-таки Вернуться К деятельности Постоянной Комиссии По экономике И предпринимательству Которую Возглавляет Денис Ерохин Знаю Что сейчас Обсуждается Инициатива В отношении Спортивных Объектов Облегчение Налоговой Нагрузки Можно Пояснить Вкратце О чем Это тоже История Давнишняя Это история Поднималась Первый раз В том созыве Когда под Спортивными Объектами Именно под Спортивными Объектами Будь это Муниципальные Объекты Либо частные Объекты То есть Делается Льгота По земельному Налогу То есть У нас На последнем Заседании Думы Была Предоставлена Льгота Телекоммунициативу Самооператорам Интернет Интернет И связь То есть Льгота Составила Там 74 тысячи То есть Бюджет Им Как бы Подарил Но Обоснование Этому Было То что Будет Развитие Сотовой Связи То есть Именно Видимо 74 тысяч Не хватало Чтобы Был у нас Устойчивый Интернет И устойчивая Сотовая Связь Пятью Компаний По 15 тысяч Каждой Не хватало Вот Ну Пусть Вот так Но Тогда В первую Очередь Предоставьте Тем Кто Занимается Развитием Спорта Предоставляет Спортивные Как бы Услуги Я считаю Что у них Должен быть Льгота И по Земельному Налогу И по Налогу На имущество То есть Поэтому Я считаю Это необходимо Сделать И вот Так как Это В том созыве Это почему-то Не прошло У нас Ну Я надеюсь Что В этом созыве Мы сумеем Коллег Убедить И доказать В принципе Я думаю Что никто Не будет Против Так Из здравого Смысла Да То есть Если опять же Не будет Там подсчеты Проводили Сколько Сумма Собственно Сумма Там будет Не большая Но Для конкретного Для бюджета Для такого Бюджета Но Сминута Но Для Конкретного Предпринимателя Для конкретного Спортивного Учреждения Это все-таки Будет Существенная Цифра Которую Можно Доправить На обновление Допустим Этого же Спор инвентаря Или еще что-то Поэтому Я считаю Что тут Конечно Это необходимо Сделать Вот В декабре Будет Да Да В декабре Это буквально Завтра Хорошо Благодарю Нашего гостя Денис Ерохин Депутат Кировской Городской Думы Седьмого Текущего созыва Представитель Постоянной комиссии По экономике И предпринимательству Спасибо Всего доброго Всего доброго До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok